Восьмидесятый уровень имперец с талантом находить больше золота и сегодня все карты сокровищ плюс секретные о которых вы возможно не знали. Друзья всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали. Ходят слухи, что на восьмидесятом уровне и еще если вы играете за имперца, вы находите очень много богатства друзья. И сегодня мы это проверим. Также мне говорили, что лут как бы должен увеличиваться начиная с первой карты. Вы находите минимум и так постепенно все больше и больше и в десятый максимум. Это тоже проверим. Кстати у меня было когда-то видео коронаберензи и имперец. Ой друзья потом зацените ссылочка внизу. Там можно стать очень богатым. Камни хранители, совсем недалеко от камни хранителя друзья, есть небольшой лагерь с бандитами. Вот он, у него первая карта сокровищ. Ага, знакомое место. Ривервуд совсем недалеко, вот я. Вот я на него смотрю и видим вот, вот наше первое сокровище. Восьмидесятый уровень имперец. Вы готовы? Аметист, великий камень душ, двадцать шесть монет, стальной слиток, медный обруч с сониксом. Мое лицо после этих сокровищ друзья. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Приют подмастерья, друзья. Здесь есть небольшая локация. И всего один случайный мародер. Во имя Исмира, ты не уйдешь, Ильям. И здесь, друзья, вот в этом портфельчике, мы находим вторую карту сокровищ. Ооо, тоже знакомое место. Башни Балтеем, друзья. Вот они. И внизу, возле воды. Ооо, смотрите-ка. Как водичка, парень? Молчит. Ладно, давайте смотреть. Что же тут за лут? Ага, кожаный значит. Бриллиант. Уже лучше, друзья. Уже намного лучше. Но монета как-то не фонтан. Камень душ, слиток и золотое кольцо. Неплохо, но все равно. Речная хижина, друзья. Вот это маленькая избушечка. Но будьте бдительны, потому что тут мишка, который с удовольствием откусит от вас. Немножечко вас. Вот в этом сундуке. Ооо, я вижу, он уже кого-то съел. Ух ты. Тут лут неплохой. Ооо. Неплохо. Третья карта сокровищ, друзья. Маяк, Селить Юда. Вот. Вот что мы видели на карте. И нам нужно вот сюда. Под эту скалу. И здесь вот. Вот наше сокровище. Поехали. Опять кожаная. 36 монет. Слиток, камень душ, рубин и серебряное жерелье с изумрудом. Как-то второй был лучше. Приют Редорана, друзья. Это маленькая-маленькая локация. И в ней... Давайте просто смотреть. В сундуке. Ой, в капкан. А вот она. Четвертая. Ага. Угу, угу. Ферма недалеко от Вайтрана. На карте мы видели ферму Пелагио, друзья. И вот здесь, на вершине. Далеко-далеко. Вот он, наверное. Тут много денег, потому что так спрятали. О, железный двуручный меч. Что? Безупречный аметист. 49 монет. Камень душ. Лунный камень и золотое кольцо. Я немножечко... Офигеваю. Совсем недалеко от Волкрета есть лагерь Анги. И, друзья, напишите, пожалуйста, в конце, за какую карту вы не знали. Спасибо вам огромное. Спасибо. Здесь, вот в этой девочке, если мы пройдем к ней в спальню, в тумбочке, мы найдем пятую карту. Обалдеть, да? И здесь локация Пик Прыжок Барда, только в самом низу. Вот, видите, этот водопад. И под водопадом, вот, моя коза уже унюхала это сокровище. Вот, спрятан наш сундук. Ну-ка. О, да ладно! Неужели в пятой, в пятой, в пятой сокровищнице мы находим дайдрический кинжал? Ого! Ничего себе! Неужели работает система? Ну, как-то слабенько работает, честно говоря. Да, дайдрический кинжал, безупречный сапфир. Хотя там мы нашли бриллиант. Камень-душ. Золотое кольцо. Ну, особо, 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 особо нет. Но, может быть, чуть-чуть лучше. Все равно, вот такое вот лицо. Святилище Меруноса Дагона, друзья. Я вот здесь. Выбрался немножечко выше. И тут, друзья, вы сможете найти труп лесного эльфа. Эльфики. Красавицы эльфики, между прочим. Оречи кинжал, почему-то у нее. И карта сокровищ. Шесть, друзья. Ага. Да, сразу локация вспомнилась. Помните зубчатую корону? Кор Ван Юнт. Этот сундук появляется только тогда, когда вы найдете карту. Для тех, кто не знает. Хух. Шестой. О, эльфийский. Хм. Безупречный изумруд. Большой камень-душ. Золото. Такое ощущение, что какой-то лот одинаковый, друзья. Просто одинаковый. Пост предателя. Я тебя предупреждаю. Здесь будет много бандитов. Так что, придется немножечко их поджарить. Так. Есть. И вот в этом сундуке. Мы находим карту. Ха. Висельная скала, друзья. Эта локация, между прочим, уникальная. Это локация, в которой вы на первом уровне можете раздобыть. Что? Серебряный меч. Мне очень многие ребята спрашивали, где его можно раздобыть. То, что мы видели на карте. Висельница. И седьмые сокровища. Стальная булава, серьезно? Аметист. Камень-душ. Ооо, ребят. Вообще как-то грустно. Еще и злой. Недалеко от пещеры Холодный берег, друзья. Вы можете найти восьмую карту с сокровищами. Здесь хоркеры. Кого-то убили. Каких-то охотников. Вот. И нам нужно вот этот первый, по-моему. У него мы забираем карту сокровищ 8. Локация Драконий мост. И эти сокровища немножечко уникальны. Почему? Да потому что вы сначала должны найти ключ. И он находится вот в этой сумочке. Прикольно. И теперь спускаемся вниз. Вот сюда. И ныряем куда-то вот туда. И ищем наш сундук, друзья. Где же он? Вот он, друзья. Мастер. Открыли. Ага. Стальная булава. Большой камень-душ. Золото. Малахит. Сапфир. И рубин. Ребят. Как-то вообще. Фонтан. Совсем недалеко от локации заброшенная тюрьма. Есть вот такой вот домик. Я когда-то показал в видео. С счастливчиком. Вот он. И у него мы берем девятую карту сокровищ. Ага. Недалеко от Рифтона. Лощина. Сломанный шлем, друзья. Вот этот водопад. Локация. Но нам нужно присесть и аккуратненько спуститься вот на этот выступ. Тут и ожидает наш сундук. Девятые сокровища. Золото 33. Крохотный камень-душ. Слиток. И поврежденный камень варла. Ого. Какая красота. Сразу захотелось поиграть в Обливиум, друзья. Прикольно. Рубин и золотой обруч. Ну хоть помоюсь тут. В пещере Каменный Рычей мы находим десятую карту. Ребят, но будьте осторожны. Ее хранит очень мощный мародер. Который владеет нехилой такой. Ого. Магия и разрушение. И забираем десятую карту сокровищ. Камень леди, друзья. И вот от него смотрим вот на тот камень. И ныряем. Внимательно, внимательно исследуем дно. И видим десятый сундук. Ну что ж. Поехали. Безупречный аметист. Великий камень-душ. Велкинский камень полностью восстанавливает магию. И еще больше захотелось поиграть в Обливиум, друзья. Еще больше. Ого. Прикольненько. Ну и лут, честно говоря, так себе. Очень мягко говоря, друзья. Мы проверили миф насчет того, что сокровища постепенно увеличиваются, увеличиваются. Нифига, друзья. Может за то, что я играл за имперца. Мне все они такие, так себе, честно говоря. Ну что ж. Теперь остались секретные. Первое это форт Нойград. Здесь на вершине, вот на башне, вы можете найти вот такой вот сундук. И здесь карта сокровищ форта Нойград. Ага. Вот наш форт. Вода. И ага. То есть, вот мы видим эту же воду. Нам нужно вот так вот пробраться. И наши сокровища вон там. Может быть здесь. Может быть здесь будут более крутые сокровища. Масштабные. Вот сундучок. Открываем. Порщик и кинжал. Безупречный бриллиант. По-моему безупречный я нигде не находил. Уже лучше. Золото. Маленький камень душ. И все остальное так себе. Хм. Да. Как-то не очень. Коллегия Винтерхолда. Мидден. Друзья. Я когда-то давно показывал вам эту карту сокровищ. Секретную карту. Самую секретную. Лично я так думаю. Просто-напросто нужно нам с ним согласиться. И освободить его. Великс Рин. Я освобождаю тебя. Умный мальчик. Возьми карту. Карта сокровищ Велика Сейна. Друзья. Побежали ее искать. Плащ Пилигрима. Совсем недалеко от него. Друзья. Мы видим статую Талоса. И если мы подойдем поближе. То. Наши сокровища появятся. И это сразу. Сразу доказывает. Что это самые крутые сокровища. Вы просто посмотрите. Сколько тут всего. Статуи Дебелы. Вау. Столько няшечек. Столько золота. Мешочков с деньгами. И два сундука. Ланька друзья. Напишите пожалуйста. За какую карту сокровищ вы не знали. Всем огромное спасибо. Ставьте лайк. Подписывайтесь. И пока друзья. Пока.